Презентация так называемого списка Чурова в ходе санкционированной акции «Яблоко» в Москве на Чистых Прудах закончилась задержанием лидера партии Сергея Митрохина. Как утверждает полиция, Митрохин не повиновался их требованиям и сдвигал установленные вокруг памятника Грибоедову заграждения. За три часа до этого митинг действительно начался с конфликта. Полиция перегородила удобный проход, чем, собственно, и возмущался Сергей Митрохин. Со стороны метро перекрыли вход людям. Заставляют идти теперь за километр. Там тоже не пускали долгое время. После того, как мы здесь устроили скандал, все-таки стали пускать людей. Презентация списка Чурова получилась малолюдной. По оценке полиции у памятника Грибоедова собралось около 350 человек. По словам Яблочников, до 600. На взгляд со стороны обе цифры кажутся преувеличенными. Отмечу, что митинг был согласован на 300 человек. Главная цель акции – презентация списка Чурова, о котором Григорий Явлинский говорил еще в декабре. Список предполагается включить всех членов избиркомов разных уровней, которые, по мнению наблюдателей, виновны в фальсификации выборов. Фотографии первых нескольких десятков участников списка Чурова были размещены на своеобразных досках позора, которые яблочники принесли с собой. Цель составления списка объяснил Митрохин в начале митинга. Это тот инструмент, при помощи которого общество пытается сопротивляться всему этому позору. Мы надеемся, что эти списки, нашими общими усилиями, будут выставляться не только здесь и фигурировать не только на интернет-сайте партии Яблоко. Мы надеемся, что эти списки скоро будут демонстрироваться в тех школах. Основной объект ненависти для яблочников сам председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров. Актер, наряженный волшебником Чуровым, показал участникам акции сценку «Как происходят выборы». Вот он показывает избирательные урны, они пустые. Актриса-избиратель опускает бюллетень, следует подсчет. В урне несколько десятков бюллетеней, все за единую Россию. Похоже на вброс, да, такая пачка. Они так легли. Я их не укладывал. Второй целью митинга был призыв гражданам вступать в ряды наблюдателей. По словам Митрохина, если бы все люди с Болотной и Сахарова стали наблюдателями, то украсть голоса было бы невозможно. На митинге выступило несколько человек, которые уже побывали в шкуре наблюдателей в минувшие думские выборы. Так, например, бывшая кандидата в депутаты от Яблока из Челябинска рассказала, как ее удаляли с участка. Полиция буквально вынесла ее на руках. Ее и десятилетнюю девочку. И вот они, учителя, не постыдились вызвать милицию, которая ударила дубинкой эту самую десятилетнюю девочку. Однако эти страшные рассказы вроде бы никого не обескуражили. Люди действительно записывались с наблюдателями. По крайней мере те, кто приходят на такие митинги. Просто если сидеть, ничего не делать, решение не придет. Даже если оно придет, то оно так же легко и уйдет. То есть люди должны понять, что они решают, что на самом деле должно быть в стране. Кто-то сверху, кто-то другой. Должны все в это верить, что можно изменить ситуацию. И каждый должен начать с себя. Не прятаться по норкам, как премудрый пескарик. Митинг продолжился до половины третьего. Но так как акция была согласована до 16 часов, то некоторое количество людей все равно оставалось на площади. Продолжался сбор подписей в пользу Явлинского. Задержанного после митинга Сергея Митрохина доставили в Басманный суд. Как он написал у себя в Твиттере, ему инкриминируют нарушение, которое наказывается 15 сутками ареста. Лев Пархоменко, Дмитрий Трещанин, телеканал Дождь.